любое мое утро начинается со стакана теплой воды причем я заметила за собой что когда я нахожусь в привычной своей рутине то есть в москве в своей квартире то это делать намного легче но почему-то когда меня немного выбивает из рутины если я куда-то улетаю путешествовать или еду домой к семье то почему-то эта привычка очень быстро куда-то пропадает но я стараюсь не забывать про нее вообще говорят что для того чтобы привить такую привычку пить теплую воду с утра нужно создать максимально красивую атмосферу для этого например многим нравится пить воду в бокалах из-под вина это выглядит эстетично и приносит какое-то некое удовольствие я купила себе вот такие невероятные весенние стаканчики вообще с приходом весны у меня будто бы появилась супер много энергии теплая вода очень хорошо пробуждает организм и он начинает функционировать если у вас до сих пор почему ты нет такой привычки то весна это отличное время для того чтобы начать после того как мы выпили водичку нам нужно чтобы она усвоилась и это время я занимаю уходом за зубками и приготовлением завтрака кстати вопрос который мне кажется очень актуален вы чистите зубы перед тем как поесть или после на верхней челюсти у меня стоят брекеты почему только на верхней спросите вы потому что у меня на самом деле достаточно жуткая история с этим всем до этого у меня был другой ортодонт и я носила брекеты три года но я не видела результаты и вообще что-то все было супер плачевно полгода назад я сменила ортодонта сняла брекеты заново их поставила нижние челюсть мы пока не трогаем потому что там очень однозначная ситуация у меня до сих пор есть молочные зубы да мне 21 через три месяца если что уход за зубами соответствующий помимо того что у меня стоят брекеты на верхней челюсти у меня еще стоит ортодонтический винт и резинка которая растягивается от верхней челюсти к нижней при разговоре обычно это видно когда я разговариваю видно эту резинку возможно даже каких-то предыдущих видео вы это замечали у меня есть вот такой крючок и первым делом этим крючком я снимаю резинку с которой я спала вообще эту историю я рассказывал своим telegram канале обязательно подписывайтесь потому что telegram для меня наверное сейчас это основная соцсеть я там делюсь какими-то своими фишками мыслями советами много чем мне очень нравится вести telegram на ютубе все-таки так часто появляться не получается хотя шорт я выкладываю почти каждый день во первых у меня есть две зубные щетки одна самая обычная ей собственно чищу нижнюю челюсть там не стоят брекеты и 1 именно под брекеты здесь есть такая прорезь в середине и вообще зубные щетки нужно менять раз в три-четыре месяца сейчас просто люди у которых там уже год одна зубная щетка будут шоке раз в три-четыре месяца нужно делать профессиональную гигиену зубов еще что касаемо ухода у меня есть монопучковая щетка разные вот зубные ёршики которые тоже помогают в некоторых ситуациях я уже на самом деле супер голодная поэтому предлагаю почистить зубки и идти готовить завтрак последнее время я заметила что совсем забила на свое питание стресс учеба рутина и так дальше по списку я не сторонник диет голодовок и тому подобное я не люблю себя в чем-то ограничивать но решила что нужно немного наладить то что я потребляю и начать разбираться в теме питания это мой самый любимый завтрак я готова есть его каждый день кстати а какие завтраки любите вы сладкие или соленые тенденция на саморефлексии на самом деле мы очень часто обесцениваем то что делаем не умеем с благодарностью принимать тот опыт который проживаем с этого дня я начинаю каждый месяц выписывать что замечательного произошло со мной чему я научилась что запомнила когда была счастлива это помогает оцифровывать то что с нами происходит возможно вам кажется что у вас не очень насыщенная жизнь но попробуйте сесть и выписать на бумагу что вы сделали за последний месяц и я уверена что вы увидите какие вы молодцы пространство вокруг нас это то кем мы являемся зайдя в комнату к человеку сразу можно понять что он любит чем занимается какие у него мечты это как скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты окружайте себя тем что будет вас олицетворять создавайте такую атмосферу в которой вам будет приятно засыпать просыпаться работать радоваться и грустить встречаться с друзьями проводить уютные вечера не бойтесь расставаться с вещами ведь в конечном итоге мы тоже растем и меняемся следующая привычка которую я советую вырабатывать всем это читать минимум 10 страниц книги в день я это практикую уже несколько месяцев и максимально довольна собой потому что за такие вещи хочется себя хвалить я придерживаюсь того что важно образование самообразование вырабатывать в себе вот эту мудрость смотреть на то как мыслят другие люди из книг мы понимаем как люди жили раньше если это какая-то классика я могу читать несколько книг одновременно например сейчас я читаю маргарет митчелл несенные ветром и еще я купила себе книгу про здоровое питание в большом городе я могу что-то выделять в книгах какую-то важную для себя информацию и я считаю это правильным потому что наверное это даже лучше усваивается еще после поездки в стамбул я поняла что мне нужно усерднее заниматься английским прокачивать свой именно разговорный язык потому что случались ситуации когда я что-то не понимала или было сложно объяснить что я хочу поэтому я также продолжаю заниматься в приложении дуолинга еще в моих планах начать читать книги на английском я смотрю youtube блогеров на английском языке с английскими субтитрами нужно окунать себя в среду того что ты хочешь изучить то же самое например у меня с турецким языком я как-то делилась с вами что я начала учить турецкий совсем недавно я еще начала смотреть турецкий сериал в оригинале на турецком языке с русскими субтитрами и это на самом деле очень прокачивает именно разговорную речь я сейчас максимально довольна собой тем как я выстраиваю свой день что я наполняю свою жизнь какими-то яркими событиями наверное первый год после переезда в москву я могла о таком только мечтать потому что он был для меня очень тяжелым а сейчас я наконец-то чувствую себя в москве как дома вообще у меня была мысль снять видео о моем опыте переезда в москву потому что мне есть чем поделиться но не знаю насколько это было бы интересно вам но если напишите в комментариях что вам было бы интересно послушать то я обязательно сниму такое видео потому что я понимаю что переезд не всегда дается легко и у меня он протекал достаточно тяжело всю жизнь я занималась танцами и это помогало мне держать себя в форме после переезда в москву я оставила свою танцевальную команду я не очень люблю спортзал и длинные тренировки и большие веса а такие мини тренировки дома помогают мне поддерживать себя в тонусе и дают энергию обязательно выделяйте время для здоровья своего тела наверное и вправо то одно из самых лучших чувств на земле это после тренировки сходить в душ во время мытья головы я начала пользоваться вот таким вот массажером он силиконовый заказывала на валдересе оставлю вам здесь конечно же артикул и мне очень нравится эффект от него потому что по ощущениям голова будто бы в 10 раз чище и кожа прям скрипит не знаю как объяснить это чувство но не зря это завирусило сейчас везде тоже советую вам всем обязательно попробовать что касаемо процедур для лица моих утренних то у меня есть много разных штучек во первых это вот такой роллер который помогает от отеков сделать лицо более свежим но на самом деле я достаточно редко им пользуюсь потому что в целом мое лицо по утрам выглядит неплохо но храню я это все в холодильнике и обязательно после каждого использования мойте этот роллер либо гуаша и так далее чтобы вы не использовали дальше у меня все такие патчи они гидрогелевые хоть на самом деле я бы не сказала что я их очень сильно люблю еще у меня есть патчи для лица помню когда я вставала в пять утра на учебу то они меня очень спасали наносила прямо на все лицо ну и собственно обычные масочки например вот такая darling сегодня давайте нанесем с вами вот эти патчи чтобы лицо выглядело более свежим перед этим я конечно же очищаю кожу именно шутоник я не раз рассказывала какими продуктами я пользуюсь можете посмотреть моих шорт либо видео про историю акне также еще в видео go up которые я снимала в начале февраля пока я намажу тело вот этим кокосовым маслом он за акт очень мне нравится и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На мою густоту волос нужно примерно миллион бигуди Субтитры сделал DimaTorzok Эти кудри, конечно, еще немного подуспокоятся Но, тем не менее, мы готовы проживать сегодняшний день